Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Продолжаем говорить о справедливой и несправедливой войне в понимании Блаженного Агустина, ну, разумеется, и вообще. Еще раз скажу, книга Блаженного Агустина о Граде Божьем, у нее такое довольно занудное название, и многие историки в справочниках вы легко прочтете, что это книга, где противопоставляется гордыня людская, как люди на земле строят, свой город строят, а вот есть Божий Град, и там никакой гордыни, а только смирение и благотворение воздуха. О Божьем Граде Блаженный Агустин вообще пишет мало. Он пишет о человеческой святости и о человеческом грехе. И важно понимать, что этот римлянин, настоящий римлянин, римский гражданин, прежде всего, поливает грязью историю Древнего Рима. Не только Древнего Рима. Почему? Потому что в полемике с язычниками главный аргумент язычников был прагматический. Читая античных авторов, мы видим, что большинство из них были такие же верующие язычники, как Ельцин был православный. Они были верующими по традиции. Это была чистая формальность. Досталось от предков, помогает, ну, как в Англии. Мой муж бывал в церкви только на крещение и свадьбе и похоронах трижды в жизни. То есть это некоторые обряды перехода из одного статуса гражданского в другой и не более того. Но, конечно, о Боге лучше не говорить. Ну, какой там Бог, мог, могог, что за речи? Зато полезно. В хозяйстве полезно. И, должен сказать, что вот этот яд прагматизма отравлял и нас, православных, и не только православных, когда в 70-е, 80-е годы началось хилое такое религиозное возрождение. Оно началось, кстати, даже в КГБ. Там оно носило националистический характер. Из него родился современный воинственный режим. Но и обычные люди... Там был принцип такой, что надо со злодеем разговаривать на понятном ему языке. Поэтому мы просим вернуть с церкви, скажем, оптину пустынь. Не потому, что пустынь должна принадлежать церкви, а потому, что туда заходил Лев Толстой. Лев Толстой, вы же его уважаете, но давайте сделаем там музей Льва Толстого. И так далее, и тому подобное. Вот иконы, это русская культура. Это была логика Сталина, между прочим. Это была порочная логика. Именно по этой логике, с началом Второй мировой войны, на самом деле еще раньше, Сталин начал возрождать религию. Обычно, считается, он это сделал в 43-м, чтобы угодить союзникам и, может быть, патриотизму народа. Но это неправильно. Сталин знал, что народ равнодушен к религии. Как только произошла февральская революция, 90% солдат на фронте перестали подходить к причастию, вообще молиться и заявлять себя православное. 9 десятых солдат. И то же самое было в Толу. Потому что это все была форма без содержания. Начальство приказало, мы ходим, не более того. Но Сталин начал поворот раньше, еще в году, в 32-м, 33-м, когда он упразднил педологию, запретил психоанализ и начал возвращать атрибуты царской эпохи. Хотя, между прочим, здесь Сталин был всего лишь верным продолжателем Ленина, который тоже ведь продолжил царские атрибуты, он сделался самодержцем для начала и поселился в особняке генерал-губернатора и в Кремле и никогда не слушал ничьих возражений, а решался самолично. Это и есть цимис самодержавие. Царь был более толерантен. У царя был хотя бы там госсовет, какая-то видимость думы. Ленин все превратил в ширму. Началось религиозное возрождение. Мы давили на то, что религия полезнее для государства, чем марксизм-ленинизм. Ну вот, мы теперь там, где мы оказались. И Блаженный Августин пишет, что на самом деле это ведь неправда, что языческие боги были полезны для Римской империи. И у него, ну я бы сказал, такая пародия на римскую историю, что все великие победы – это все было дрянь, дрянь и дрянь. И смотрите, вот здесь боги, если они есть, облажались, здесь они промахнулись, здесь они не сработали. Тем не менее, Блаженный Августин при этом настоящий классический римлянин, потому что для него критерий жизни, гражданственности, римскости – это не размер государства, это справедливость, юстиция и юз – право. Но и здесь он не безъехидства отмечает. А кем основан Древний Рим? Тут проблема в том, что древние римляне считали себя потомками беглецов из строя. Короче говоря, пишет Блаженный Августин, это же были разбойники морские, это были пираты. Римляне мы все потомки пиратов. И эти пираты очень обрадовались, найдя место, где им не грозило уголовное наказание. И это нужно Блаженному Августину для того, чтобы объяснить, что Римская империя уже потому ее не любил Бог, не только потому, что она следовала языческим псевдобогам, но и потому, что она была далека от справедливости. И вот он пишет, «В настоящем мире, пакс, не тот, который пакс Романа, а настоящий пакс, в настоящем мире царствование людей добродетельных, полезно не столько для них самих, сколько для благосостояния их подданных». Здесь разница между, скажем, Британской империей и Российской, или лучше сказать, наверное, Кремлевской. Британская империя созидала империю, и это шло для большой выгоды британцев, англичан, жителей Уэллса, шотландцев и так далее. Богатели, Французская империя обогащала французов. Бельгийская империя была ведь и такая, мы это плохо знаем, но она была очень жестокая, очень бесчеловечная, и она обогащала бельгийцев. А Российская империя существовала в ущерб своему народу, который только еще больше терял свободу, который и так было мало, и рост становился пониже. Напротив того, пишет блаженный Августин, царство не злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят свои души необузданностью пороков. И так, какое бы зло праведники не претерпевали от несправедливых властителей, зло это представляет собой не наказание за преступление, а испытание добродетели. И здесь мы вспоминаем первый критерий справедливой войны. Ее объявляет законная власть. А что такое законная? Это те, где избирательная комиссия по всем законам нарисовала 99% избирателей, а иногда и больше, иногда и 105 бывает. Нет, это то государство, которое живет по праву. И Августин пишет, «При отсутствии справедливости, что такое государство, как небольшие разбойничьи шайки? Так и сами разбойничьи шайки – это не что иное, как государство в миниатюре. Они также представляют собой сообщество людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением, общественный договорщик, и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые поселения, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленной жадности, а приобретенной безнаказанности. «Прекрасно и верно», – ответил Александру Великому, Александр Македонский, известный ломальщик Стуев, «прекрасно и верно», – ответил Александру Македонскому один пойманный пират. Когда царь спросил его, какое право он имеет грабить на море, тот дерзко отвечал, «Такой же, как и ты, но поскольку я это делаю на небольшом судне, меня называют разбойником. Ты же располагаешь огромным флотом, и поэтому тебя величают императором». На самом деле, как раз Александру Македонскому императору не величали это чисто латинское выражение, появившееся много спустя Александру Македонскому правлению. Так вот, законная власть – это власть справедливая. И власть справедливая не для властвующих, а для подданных. Вот почему очень часто неверно интерпретируют фразу апостола Павла из «Послания к римлянам» 13 глава о повиновении властям. И фразу начальствующий носит «меч не напрасно». Дело в том, что там вообще меч – это махера, это не боевой меч, это некоторый налог современный, извините, полицейской дубинке. То есть речь идет не о том, что начальник воюет, присоединяет, расширяет, насаждает справедливость в соседних странах, а что он защищает граждан. Если он этого не делает, то он не начальник. Но патриарху Тихону однажды сказали, что в Мавзолее прорвало канализацию, на что патриарх Тихон ответил по мощам и елей. Так вот, какой власти должна повиноваться христианская душа? Разбойничай, если власть разбойничает. Это не власть. Это не означает, что надо хвататься за меч, свергать ее и самому становиться властью. Э, нет, это отдельная тема. Наше оружие – слово Божие, а не человеческий меч. Ни атомные бомбы, ни танки, ни грады и так далее. Но понимать, что справедливая война – это незаконная, не так, где все бумажки секретари написали и министры иностранных дел выкатили меморандумы. Вот мы идем на Финляндию справедливой войной, вот у нас тут финское законное правительство, товарищ Кусинин, пожалуйста. А еще у нас есть законное правительство. Для Польши, пожалуйста. Мы и для Украины, и для Америки мы найдем законное правительство. Дайте срок. Не надо давать срок. Надо говорить, что справедливость – основа права. И если справедливость – основа права, то справедлива только та война, которая ведется властями, делающей справедливое. И тут мы попадаем в ловушку логическую, потому что кто делает справедливое, никогда не дойдет до войны. Но это в другой раз. Всего доброго. Это был Яков Кротов. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok